Всем привет! С вами ваша Танёша. Сегодня мы будем готовить куриные ножки. Готовить мы их будем особенным способом. Такого я вам ещё не показывала, да и сама, в принципе, не готовила. В общем, ножки я уже помыла. Ну, не свои, а куриные. Точнее, свои я уже давно помыла, а куриные только что. Это куриные вот такие вот окорочка. Жир с них я уже срезала. Вот так я даже частично кое-где срезала шкуру, потому что я не люблю шкуру. В ней очень много жира, а этот жир потом будет на моей попе. Поэтому жир и шкуру максимально мы удаляем. Так, сковороду я уже поставила разогреваться. Ножки сейчас мы будем нарезать. Картошечку я помыла. Сейчас я её буду чистить. И почистим ещё вот такие две небольшие луговички. Так, добавим сразу в сковороду подсолнечного масла. Ножки я, в общем, хочу нарезать. Разрежем так вот ножки на мелкие запчасти. И эту часть тоже хочу разрезать. Ну, такие три части получились у меня. Эту шкуру я не хочу. Жарить я её просто уберу. Жопы тоже я отрезаю, они мне тоже не нужны. Вот так я разложила курочку в сковороде. Конечно, сковорода кажется маловато для того, чтобы туда ещё вместить мою картошку. Но сейчас она немного ужарится, и я попробую всё с неё туда как-то впихнуть. Чтобы она быстрее готовилась и всё это мясо, я думаю, что я её накрою крышечкой, чтобы она сразу готовилась не только как корочка, но ещё и внутри тоже пропекалась. Пока курочка жарится, мы начистим картошечки. Картошечку я уже промыла. Я предпочитаю перед готовкой всегда её промывать. Конечно, на такое количество курицы у меня маловато картошки, но если останется мясо, я просто что-нибудь приготовлю ещё в качестве гарнира отдельно. А так просто уже израсходую всю картошку, которая у меня была. Ну и, конечно же, учитывая, что у меня в сковороде немного места, я думаю, что именно этого количества картошки будет в самый раз. Больше, если бы было, оно бы всё точно не вредно. Блюдо моё будет самое простое, самое обыкновенное, как говорится, каша из топора. То, что было в холодильнике, то и положу. Три ингредиента, ничего сложного. Вот так я уже перевёрнула курочку, смотрите, золотистая корка. Ну, не везде, но я думаю, я сейчас её ещё прожаривать буду и постепенно переворачиваю туда-сюда. Накрываю крышкой, чтобы она быстрее приготовилась внутри. Чтобы картофель приготовился как можно быстрее, я буду нарезать его как можно тоньше. Хочу, чтобы была форма соломкой. Чтобы была форма соломкой. Такая тоненькая, мелкая соломка. Вот такая вот меленькая картошечка фри. Ну, ещё не фри, но скоро будет фри. У меня получилось. И две мелкие луковочки я кинула уже тоже в самый последний момент. Ну, почти в самый последний. Проверяем сейчас курочку и будем уже всыпать картофель. Снизу тоже уже. Смотрите, курочка получилась золотистого цвета снизу. Поэтому, в принципе, я думаю, можно всыпать картофель. Проверяем. Так, что-то мне кажется, что сковорода прожаривает неравномерно. Я её поверну вот так вот в эту сторону. Почему-то кажется, что это в край лучше прожаривает. Ну да и ладно. Всё равно будет по-моему. Забыла, что у меня есть эта лопатка. И мучаюсь с этой литой. В общем, вот так сейчас немного приподнимаем курочку, чтобы картошка туда попала. Прям на дно. Она, может быть, должна у меня не тушиться, а жариться. Ну, разве не красота? Она уже выглядит очень аппетитно. Дадим ей время, пусть она там прожаривается. Сейчас я крышкой пока не буду накрывать, чтобы она именно вот не тушилась, а обретала золотистую корку. Буквально минут пять. Одним глазком смотрим за картошечкой, чтобы она не сгорела. А другим нарезаем лучок. Лучок я буду нарезать кольцами. Не потому, что это какой-то особый метод или от этого станет вкуснее моя картошка. Нет, потому что мне просто так хочется. Это импровизация моей фантазии. Вот так. Мне хочется, чтобы у меня были геометрические фигуры в моем блюде. Картошка с наугольничками, лучок с кружочками. Все очень просто. Миленько и красивенько. Вот так я его немножко разделю сразу. Так, ну что, пять минут прошло. Давайте проверим, что там у нас с картошечкой. Ой, смотрите, я так вот поймала. Ааа, божечки. Руки у меня чистые, поэтому я смело ее так беру. Картошечка уже обретает золотистый цвет, поэтому пора ее переворачивать. Класс. Это картошка. Представляете? Корочка золотистая, брустящая. Опять поверну вот эту сторону туда, потому что с этой стороны эта ножка вот мне нравится. Она бледная какая-то, как будто бы она, не знаю, не из нашего рода, да? Смотрите, все такие золотистые, а она какая-то, как белая ворона здесь. Жарится с той стороны. Накроем крышечкой и пять минут дадим всему этому делу потушиться. Ой, кстати, я думаю, что уже можно даже высыпать лучок. На любителя можно еще добавить и чеснок, но я не люблю чеснок, поэтому чеснок я не добавляю. Пусть тушится, томится пять минут за Дим, не будем ее беспокоить. Не поверите, на часах без десяти два. И это не два часа дня, а два часа ночи. А как вы хотели? Когда еще готовить? Днем по магазинам. Вечером дома... Днем по магазинам бегаю, снимаю обзоры для вас. Вечером дома снимаю обзоры, ночью монтирую. А глубокой ночью только и остается, что время готовить или себя в порядок приводить. Вот такая вот она жизнь, бложья. Да. Ну, честно говоря, я уже вливаюсь в этот ритм, и мне он уже, конечно, начинает нравиться. Я чувствую, что я всегда в тонусе, мне нравятся ваши комментарии, мне нравится общаться с вами. И я как будто бы даже вот становлюсь совсем даже другим человеком, и этот другой человек мне нравится. Я узнаю новую себя, и, в общем, мне нравится все вот это вот. Я кайфую. Спасибо и вам за это тоже. За ваши просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии, за то, что многие из вас, конечно же, меня хвалят. И за хейт тоже спасибо, который действительно идет по делу, да, когда мне делают какие-то замечания именно по существу. Возможно, сейчас в этом видео тоже многие мне скажут все замечательно, но найдутся те, кто скажет все хорошо. Но вот почему же она волосы не убрала? Да ну потому что, не хочу. Мне так удобно. Я хотела, я хотела быть с растущными волосами в этом видео. И когда мне надо будет, я уберу. Они у меня не сыпятся, как дождь. И ни в одном из моих приготовленных мною блюд не было еще ни разу ни одного волоска. Поэтому я себе позволяю такую шалость или больность, что ли, с распущенными волосами тусить по кухне. Вот так-то. Так, поболтала с вами немного. Пять минут уже, наверное, прошло. Слышу, что картошечка уже шкварчит. Надо проверять. Так. Та-дам! Давайте смотреть вместе. Ай! Сейчас поближе покажу. Вот так вот все красиво. Ничего еще не изменилось, никак не испортилось. Мне тоже страшно. А еще я очень переживаю, чтобы картошка не развалилась. Потому что мне очень хочется, чтобы она сохранила вот такую же форму, как я ее нарезала. Ой, какая красота! Смотрите! Вообще просто золото-золото! Шикарно! Смотрите, как вовремя, да? Ровно пять минут. Ни больше, ни меньше. Нельзя было бы это допустить. Картошка, как видите, уже готова. Даже проверять не надо. Я в этом абсолютно уверена. Курочка тоже моя равномерно прожарилась. Ну, друзья, вот ножка, вот видите, да? Вот это белая ворона, зараза просто. Она просто меня как будто троллит, блин. Ну, я ее вот так вот положу и до конца уже моего приготовления она будет лежать в том углу. Наказана! Зараза такая. Так. Все. Еще немного попереворачиваем. В общем, блин. Ну, немножко поломалась кое-где картошечка, но все равно все выглядит очень даже красивенько так. Вот это вот тоже мне почти перевернуть. И вот с этой стороны тоже. Так. Ага. И вот это какой-то бледненыш, да? Смотрите, какой бледный, зараза. Видишь, предатели такие кусочки. Не хотят чернить. На данном этапе самое время уже посолить все это дело. Солю я тоже немного. Знаете, лучше не досол, чем пересол. В общем, по всем чуткам. Чутки там, чуть тут. Все. Хватит. Ну и на три минутки я... Нет, знаете что? Добавим еще, как делает моя мама, лавровый лист. Всю жизнь так делали. И я знаю, что мне всегда с детства нравился аромат лаврового листа в жареной картошке. Люблю я это. Вот так. Побольше. Все. Теперь точно. Можно накрывать. Две минуты, не более. И потом она просто должна настояться. Ну что я хочу сказать. Жаль, что камера не передает ароматов, но этот аромат это просто шедевр. Честно. Я сама давненько не жарила уже картошечку. А кто-то из моих подписчиц написал, поделитесь, пожалуйста, вашим рецептом картошечки жареной. И у меня прям такая мысль, думаю, как же приготовить ее пооригинально. Нет. Я могу и самым простым образом ее приготовить. Но сегодня я разморозила окорочка. И они у меня пролежали уже целый день. И мне мысль эта не давала покоя. И, конечно же, я не могла спокойно лечь, уснуть, зная, что у меня размороженное мясо. Я должна его приготовить, дабы оно там не испортилось. И как бы совместно с жаркой курицей я думала, что как бы совместить это блюдо с жаркой картофеля. Сначала думала запечь, потом думала потушить соус. В общем, соус был недавно. Запекала я тоже недавно. И вуаля! Вот вам, пожалуйста, то, что просили. Жареная картошечка еще и в комплекте с куриными ножками. Быстро, просто и замечательно. Две минуты прошло. Я выключаю курицу. Сейчас покажу вам, что получилось. Ой, обалдеть, да? Ну, просто как в самом дорогом ресторане. Листочки распустились. Аромат на весь дом. Ну, в таком аромате, честно, и уснуть не грех. Я думаю, и сны будут такие же замечательные. Все, картофель готов. Курица, я думаю, тоже. Сейчас положу немножечко на тарелочку. Проверим все это дело. Заценим. И все. Так, положила вот такой вот небольшой кусочек. Все-таки 2 часа ночи. И жрать в такое время не самая лучшая идея. Картошечка мягенькая, натыкается легко. Ммм, просто сахар. Хотя сахар я туда не добавляла. Честно. Не груб. Смотрите, сейчас поблюю и вам покажу курочку. Вот. Все идеально. Прожарилось, пропеклось. Никаких покраснений не имеется. Замурчательная получилась у меня курочка. И картошечка. В общем, все замечательно прожарилось, протушилось. Я довольна. Надеюсь, вам мой рецепт понравился. И кто-нибудь его даже попробует повторить. На этом мое видео подошло к концу. Не забывайте ставить свои пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новых видео. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...